Я бы хотела начать с ваших новых правил, которые вы обнародовали буквально вчера, налагающие ограничения на брокерские и управляющие деньгами компании, а также использование их для связи с клиентами. Что вас больше всего беспокоит при внедрении этой технологии? И что вы планируете с этим сделать? Келли, прежде всего, я рад, что нахожусь здесь с тобой. Но, говоря об этом, я думаю, что прогнозная аналитика данных, включая искусственный интеллект, является трансформирующей технологией нашего времени. Буквально каждая ее часть окажет трансформирующая, как интернет или массовое производство авто сто лет назад. Теперь, что мы планируем решить? Когда инвестиционный советник или брокер работает с вами как с инвестором, его собственные интересы, интересы советника, не должны превалировать над вашими Келли интересами, как инвестора. И то, что мы пытаемся сделать, это обеспечить то, что технология будет соответствовать этому стандарту, что технология, которая может предсказать, о, буквально каждом из нас так многое, то, как мы можем отреагировать на это, на небольшую поведенческую подсказку, на небольшой толчок, как мы можем себя повести, ставила наши интересы, как инвесторов, на первое место, и не ставила свои интересы выше наших. И, конечно, решение в области ИИ не было единственным, которое было принято вчера. Также только что утвердили план, согласно которому, компании должны будут сообщать о кибератаках в 4 рабочих дня. Почему вы считаете такой срок подходящим? Что ж, если позволите, я немного уточню. Речь идет об материальных инцидентах. Поэтому, если компания потеряла завод, этот завод был уничтожен, а завод осуществляет материальные операции, и, скажем, допустим, он был уничтожен из-за урагана, инвесторы должны знать, когда они покупают или продают акции. И аналогичным образом, если у вас произошел киберинцидент, который менеджмент посчитал материальным, например, были потеряны сотни миллионов файлов, или информация была похищена, инвесторы получают преимущество от раскрытия таких данных. Но вы даете на сообщение об этом бизнесу всего 4 дня. Но это то, что по нашим правилам, на сегодня, в настоящий момент, 4 рабочих дня, если у вас, например, была уничтожена фабрика из-за, скажем, урагана, на то, чтобы сообщить информацию о материальности. И это соответствует тому, что есть в законодательстве. И, кстати, многие компании уже раскрывают информацию таким образом, некоторые нет. Ситуация разношерстная, но мы посчитали, что важно внести некоторую упорядоченность в данный процесс в отношении таких существенных событий. Господин председатель Дэнни Бергер из Лондона, очень рад пообщаться с вами. Теперь касательно некоторых ваших предложений относительно реформ в сфере в рынках акций и структурных изменений. Вы появились на телеканале Bloomberg в марте, где сказали об участниках рынка. Дайте-ка нам хороший совет. Что бы было, на ваш взгляд, самым лучшим советом? Что ж, в вопросе относительно структуры рынка акций мы получили тысячи комментариев. Поэтому я бы сказал, что наше ведомство, СЕК, стремится к повышению эффективности и конкурентноспособности на этих рынках. Поэтому, когда вы отправляете ваш ордер брокеру, вы хотите быть уверены, что исполнен ордер будет самым наилучшим способом. А также хотите, чтобы сами рынки были конкурентноспособны. Поэтому одно из наших правил направлено на создание равных условий для прозрачных рынков, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа, Насдак и так далее. Но оптовый рынок – это темная зона, которая иногда достигает от 1 трети до половины всего рынка. Поэтому мы и пытаемся сбалансировать положение дел на рынке и обеспечить, чтобы инвесторы получали наилучшее исполнение своих ордеров на рынке. Хм, а что по обратной связи, которую вы получаете? Принимаете ли вы что-то к сведению и меняете ли вы что-то на основании получаемых комментариев? Что ж, мы это делаем на постоянной основе. Когда мы выходим с предложения, мы его публикуем и собираем обратную связь. Мы делаем 4 разных предложения по различным аспектам рынка. И на мой взгляд, мы получили от 4 до 6 тысяч комментариев на каждый из них. Поэтому, естественно, мы их принимаем в внимание, а наши сотрудники готовят рекомендации по поправкам. Хорошо, я хотела бы обсудить еще одно предложение, которое получило определенную степень обратной связи. Это раскрытие рисков, связанных с изменением климата. Какие сейчас идут обсуждения касаемо именно выбросов третьего уровня? Что ж, мы получили много обратной связи от общества по этому вопросу. Но на данный момент многие компании уже представляют раскрытие информации о рисках, связанных с изменением климата. Фактически более половины из 100 тысяч компаний в настоящее время предоставляют информацию о рисках, связанных с изменением климата, включая раскрытие выбросов парниково-газов. Поэтому мы стремимся создать целостность в этой области, чтобы инвесторы могли сравнивать различную информацию. Мы спросили об одной из составляющих выбросов парниково-газов, так называемых выбросов третьего уровня, особенно в логистике. Верно. Где больше всего вопросов? Мы получили много комментариев от участников рынка по этому вопросу. С обоих сторон. От участников и от инвесторов. И мы понимали, что при предложении регулирования в данной области информация о выбросах парниково-газов в цепочке поставок не была так развита. О выбросах в логистике. И мы учитываем это в наших рассмотрениях. И вот сейчас я только что початился с вашим коллегой. Сотрудники комиссии принимают во внимание то, что рекомендовать для массового распространения, и делать ли корректировки. То есть можно ждать изменений. Потенциально. Как и в случае с рынками акций, о которых я говорил ранее, мы серьезно относимся к комментариям участников рынка Келли. Работа в области климата – это действительно серьезная задача. По климату мы получили 16 тысяч комментариев. Ясно. Так что это действительно много, с чем нужно разобраться. Но вопросы о выбросах третьего уровня вызвали действительно значительное количество комментариев. Интересно, что мы получили обратную связь, кажется, от 48 или 49 агентств State Farm, которые задаются вопросом, что это вообще такое. Однако мы занимаемся надзирательством только над публичными компаниями. У нас их около 6 или 7 тысяч. И с учетом сказанного, мы являемся агентством, основанным на принципах раскрытия информации. И, как я часто уже повторял, мы нейтрально к заслугам компаний. Наша задача – это обеспечение раскрытия информации об уже существующих взаимоотношениях между инвесторами и эмитентами. И важный момент – это обеспечение целостности. Это не связано с теми фермерами или сельхозработниками, которые предоставили нам свои хорошо продуманные комментарии. Мы их услышали. Хорошо, давайте перейдем к другой теме, которая недавно привлекала так много внимания. А именно – решение по делу Ripple, согласно которому XRP считается ценной бумагой только при продаже институциональным инвесторам, но не при продаже розничным инвесторам. Я знаю, что вы ранее говорили, что вы разочарованы этим решением. SEC также заявила, что намерена запросить дополнительный разбор. Значит ли это, что вы собираетесь обжаловать это решение? Объясните, что вы думаете относительно этого решения? Келли – прекрасный вопрос. Но комиссия, а я являюсь одним из пяти комиссаров, и комиссары в этом процессе не выступают. Поэтому если персонал предлагает какие-то рекомендации, мы их обсуждаем и решаем, что делать. Но больше я тебе сказать поэтому ничего не могу. И пока мы с вами ждем развития событий, что для вас значит ваши старания в области крипто? Ваши усилия по защите покупателей в этой области? Это сложно? Смотри, в данной области криптоинвестиций многие инвесторы должны знать. Это не только лишь высоко спекулятивный класс активов, а еще и такой, что в настоящий момент они не должны предполагать защиту по закону о ценных бумагах. Даже с учетом того, что закон о ценных бумагах применим ко многим из этих токенов, без упоминания конкретных. Но ты, как инвестор, не получишь полного, честного и правдивого раскрытия информации, а платформы и промежуточные звенья делают такие вещи, которые мы никогда бы не позволили делать или даже думать для, например, Нью-Йоркской фондовой биржи или Насдак. Платформы часто и обычно торгуют против вас, а маркетмейкеры стоят на противоположной от вас стороне. Этого мы не позволяем всему остальному рынку ценных бумаг. И смысл закона о ценных бумагах защитить вас. И в настоящий момент данная сфера насыщена мошенничеством, полна жуликов, хотя есть и добросовестные участники, но слишком много тех, кто ими не является. И, конечно же, в связи с этим вы подавали иски против криптобирж. Но нужно ли вам теперь изменить вашу тактику? Изменятся ли эти дела из-за решения по XRP? Еще раз, я не собираюсь говорить не по одному из этих решений, но думаю, что закон о ценных бумагах ясен и понятен. Если люди инвестируют в ваш проект по причине того, что они ожидают получения прибыли на основании стараний данного проекта и предпринимателей, Конгресс принял обобщенное решение. И я бы спросил тебя так. Это как если ты смотришь на токен, ты можешь найти его веб-сайт, ты можешь найти генерального директора, ты можешь найти ленту в Твиттере или на X, как она сейчас называется. И есть предприниматели, которые за этим всем стоят. Опять же, не говоря о ком-то конкретно предвзято. Переходя к другим областям в области крипто, я бы хотела обсудить. Спот и ТФ. Недавно мы наблюдали целый шквал заявок от BlackRock и других, которые пытаются получить одобрение, хотя этого никогда не было в США. Похоже, что все наблюдают изменение тона, что что-то поменялось, по крайней мере в этот раз. Что вы думаете о этой недавней волне заявок? Действительно ли в СЕК что-то меняется? Келли, наверное, я тебя не удивлю. Эти заявки в конечном итоге попадают на рассмотрение пятерым комиссарам. Я не могу предвзято оценить ни одну из них. Но возвращаясь к твоему коллеге, как я говорил, это область, в которой происходит много несоответствий требованиям. И сами по себе платформы, где торгуются и образуются различные криптотокены, некоторые попадают под действие закона о ценных бумагах. И в настоящий момент они не обязательно соответствуют проверенным временем средствам защиты от мошенничества и манипуляций. Хорошо на тему регулирования ценных бумаг, которые, очевидно, находятся в вашей компетенции. Вчера комитет услугам палатам представителей принял законопроект о структуре криптовалютного рынка, который фактически дает больше полномочий по регулированию этой сферы комиссии по торговле товаров фьючерсами. До закона еще далеко, но что вы думаете об этом законопроекте? Я как бы рассказал свои мысли напрямую членам комиссии. Я понимаю твой вопрос, Келли, но я думаю, что члены комиссии будут мне признательны, если я продолжу делиться мыслями напрямую с ними. Не отвлекайся от данной темы, господин председатель. Хочу поинтересоваться, не хотелось бы вам иметь больше возможностей в вопросе налагания штраф недобросовестным участникам рынка. Считаете ли вы хорошей идеей увеличить штрафы, предотвращать определенные плохие действия? Скажу так, у нас есть хорошие инструменты комиссии СЕК в вопросах не только лишь штрафов, но также и предотвращения, а также возвращения незаконно полученных доходов. Но если ты спрашиваешь, нужно ли нам больше полномочий, то я бы сказал, нам нужно больше полицейских на улицах, больше ресурсов. Наше агентство сейчас такое же по размеру, как было в 2016-м, и даже немного уменьшилось. Мы откатились назад, а рынки выросли очень значительно за эти 7 лет. И завершая, вы сказали, вам нужно больше ресурсов. Интересно, как вы относитесь к возможности получения этих ресурсов от текущего Конгресса, учитывая, что некоторые члены Конгресса высказывались, например, о возведении закона проекта, о вашем отстранении из должности председателя. Говорили о тираническом агентстве, включая последнего председателя. Не усложняет ли это выполнение вашей работы, когда в политической дискуссии есть такие высказывания, и ваши усилия по защите инвесторов? Мы тесно сотрудничаем с Конгрессом и его отдельными членами. И я с нетерпением жду этих общественных дебатов. Я действительно считаю, что наше агентство имеет важное значение. Рынки капиталов не могли бы работать без полицейских на улицах и правил движения. Только представьте, что если бы на футбольных матчах не было бы судей на поле, как бы выглядел этот матч? Возможно, первое время это было бы больше похоже на регби, но со временем это было бы намного хуже, и болельщики перестали бы приходить на стадион. Да, я могу себе это представить. Поэтому я действительно считаю, что важно иметь это агентство, а мы являемся частью этих хорошо регулируемых рынков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова